В зале администрации района состоялась очередная сессия Совета народных депутатов. В ее работе приняли участие глава муниципалитета Заурха Мирзов, прокурор района Алексей Зобнин, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабрский Михаил Тарановский. Всего депутаты в этот день рассмотрели пять важных вопросов. Об итогах деятельности Совета народных депутатов за 2023 год доложил председатель Александр Брянцев. Важным направлением деятельности Совета народных депутатов МВД РФ является прием граждан, который позволяет оказывать одежду на помощь на себе. Так, за отчетный период новью депутатами было принято порядка 40 граждан. Все обращения за рейс-депутаты приняты в работу. По некоторым взятым вопросам данные ответы пояснили. Хочется поблагодарить руководство всех федеральных региональных муниципальных структур, которые в тесно взаимодействии принимали участие в решении возникающих проблем на вопросах граждан. Депутаты района и ежегодно принимают участие в сходах граждан в конференциях, проводимых сельских поселений Кашхабрского района. В 2020 год не стало исключением. В течение отчетного периода прошли сходы граждан во всех населенных поселениях РФ, на которых были подняты вопросы, касающиеся состояния дорог, завоохрения, трудостройства, оказания материальной помощи и многие другие. В 2020 году прошли выборы главы администрации в Ольгинском и Кашхабрском сельских поселениях, где в комиссиях к подбору кандидатов работали депутаторы совета. После избрания нового главы администрации Кашхабрского сельского поселения инициативной группой депутатов была организована встреча с главой, где были подняты и обсуждены все проблемы районного центра, поставлены задачи в делинку идти их решения. С начала проведения специальной военной операции всеми тем власти нашей страны были нужны поручения оказания помощи всеми модернизованных контрактников-добровольцев, принимающих участие в данной спецоперации. Репутации корпуса также не остается сторон, оказывает посильную материальную помощь, мобилизованным контрактникам-добровольцам, принимающих университет специальной военной операции. Депутаты Советового народа и депутатов оказали помощь Сатербургскому, Балатюрскому, Фундук, Добрые сердца, из которых направлено на завоевнование настреложных сетей для наших бойцов. Канун праздника, Дня защиты Никотейства, Гражданского Женского Дня, Дня Матери, депутаты приняли участие в поздравлении семейных в зонах, находящихся в зоне снега. Кашкарское время реализуется федерально-республиканские программы, такие как комплексное развитие сельских территорий, национальные проекты, обеспечения доступности к фронтным жильям, коммунальным услугам, другие предприниматели из депутатского корпуса приняли в софинансировании реализующих программ, неоднократно выезжали на места строительства, проверяли ход работы, участвовали в открытии объектов. Совет народа депутатов и дежурно принимают участие в культурно-массерах мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения молодежи, поддержание здорового образа жизни, алкоголады, кутыбококурения, наркомания, алкоголизма, соблюдения правил дорожного движения. В декабре 2023 года в стенах физкультурного заведения на комплексе «Паули Кашхага» были организованы профилактические турниры по мини-футболу среди детей, в которых приняли участие команды Республики ДГЭК из 12-го края. Детям были вручены кубки, медали, грамоты, денежные призы. После окончания турнира для всех участников и организаторов турнира был организован полноценный обед. Традиционным стало наше участие в «Елке желания», где у нас есть возможность очередной раз порадовать детишек из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, депутаты района приняли участие в формировании новогодних подарков для детей и участников Росового. Наше участие, подумайте, будет постоянным. Наши депутаты разные по возрасту, роду занятий, политическим взглядом, но в силу одинаковой степени ответственной и неравнодушной к районным делам с пружином населениями. И наша первоочередная задача сделать все одно завещащие для процветания нашего района. А это результат совместного труда администрации района, поселения депутатов всех уровней, тружеников нашего района. От имени депутата выражаю свою благодарность нашим коллегам, депутатам, представляющим Кашхабельский район, Государственного совета Кашхабельского района, Каниславу Дору Скорбичу, его заместителям, администрациям района, главам поселений, депутатам сельских поселений, прокуратуре, МВД, общественным организациям за сотрудничество в нашей общей работе на благо жителей Кашхабельского района. Спасибо всем нашим избирателям, жителям района, за то, что вы доверяете нам ваши правила. Ваши предложения, инициативы, критика очень важна для работы депутатского корпуса. Далее начальник межмуниципального отдела Михаил Тарановский представил отчет о результатах оперативно-служебной деятельности полиции за 12 месяцев прошлого года. Общественно-политическая ситуация в районе оставала стабильной, и существенное влияние на криминогенную страну не оказывало. Ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила нам сохранить должный контроль в районе, не допустить резонансных нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и масштабных чрезвычайных ситуаций. На территории района обеспечена охрана общественного порядка и общественная безопасность при проведении общественно обозначенных массовых политических мероприятий. На сегодняшний день нам налажено тесное взаимодействие и понимание этих вопросов с администрацией муниципального образования Кашхабельского района. Приняты меры по недопущению проявления экстремизма, разжигания конфликтов на межнациональных и религиозных площадях, защите населения, объектов, перероченной и террористической защиты и государственных институтах от террористической угрозы. В 2023 году от вираженной организации Кашхабельского района в отдел поступило 2750 заявлений, сообщений на информацию о происшествиях, по результатам рассмотрения которых возбуждено 123 уголовных дел. По 653 материалам проверки и проекта решения об отказе возбуждения уголовного дела в 368 просмотрена в соответствии с административным законодательством. Криминогенная ситуация за 2023 год в районе характеризуется ростом общего количества выявленных и зарегистрированных преступлений. Так, за отчетный период на территории Кашхабельского района записано 233 преступления. Так, не менее, в целом криминогенная обстановка на территории характеризуется как стабильная. На это указано и отсутствие записанных некоторых видов преступлений, а именно с применением и использованием оружия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, краш, транспортные средства автомобилей, металл, разбой, поджоги и хулиганство. В истекшем году выявлено три преступления, связанных с незаконным оборотом оружия. На территории Кашхабельского района выявлено три наркопреступления. Как результат проводимой профилактической работы можно охарактеризовать уменьшение количества некоторых видов преступлений, а именно гражданам в состоянии алкогольного пинения с 37 до 26, лицами, ранее совершавшиеся преступления с 89 до 68, в состоянии наркотического пинения совершено два преступления. Помимо этого, народные избранники внесли изменения в решение Совета народных депутатов об утверждении списка кандидатов для занесения на доску почета, дали согласие на принятие объектов недвижимости в собственность муниципального образования Кашхабельский район. По всем рассмотренным на сессии вопросам вынесены положительные решения.